Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сразу несколько порывов магистральных сетей произошло сегодня в центре города. На перекрестке Баграда и Робеспьера водой выбило люк и затопило проезжую часть. Водители притормаживали и объезжали неожиданную водную преграду. Позже коммунальщики перекрыли воду. Но она за это время перекресток сильно затопила. Точно такой же фонтан, правда, высотой в 30 метров, бил на пересечении республики и железнодорожников. Из-за этого здесь возникла пробка. И сегодня утром пришлось устранять последствия схожей аварии в подземном переходе на улице Матросова. Накануне вечером его залило водой из-за порыва трубы. Вчера аварию устранили, а вот с последствиями пришлось справляться сегодня. Пешеходы все это время лавировали между лужами, а продавцы местных ларьков взяли в руки веники и тряпки, чтобы выгнать воду из торговых помещений. Они говорят, что переход топят каждый год. И каждый год приходится экстренно спасать товар. Вчера вечером примерно 6 вечера. То есть начало потихоньку, потихоньку, а с утра уже в общем. Мы пришли утром, ну буквально где-то полчаса назад. Начали быстро убирать, потому что в контейнерах у нас там тоже все сбылось. Как выяснилось, причиной этих аварий гидравлические испытания, которые проводит сибирская генерирующая компания на сетях ТЭЦ-2. В СГК пояснили, что таким образом специалисты выявляют места, где нужно срочно провести ремонт. Уже найдено 11 дефектов, два из них на крупных магистральных трубопроводах. Испытания продлятся еще два дня, так что порывы, возможно, появятся вновь. Под высоким давлением трубы проверяются на прочность. И мы таким образом выявляем слабые места в трубопроводе, чтобы затем устранить повреждения, которые могли бы случиться, например, в осенне-зимний период. А вот настоящих фонтанов в Красноярске, возможно, скоро станет меньше. В следующем году финансирование на их содержание планируют урезать. За последние пять лет оно уже сократилось на 7 миллионов. Тем временем некоторые из фонтанов уже сейчас не украшают город, а скорее портят о нем впечатление. Судьбу мест отдыха, которыми некогда прославился Красноярск, сегодня выясняла Ирина Денисенко. Скульптура лебедей с фонтана на улице Ястынская изначально должна была вселять в людей надежду. Так эту композицию, а потом сам фонтан, решено было назвать. Однако сейчас два лебедя в сочетании с мутной водой и разрушенной плиткой заставляют надеяться разве что на ремонт. Еще два года назад этот фонтан на улице Ястынская был любимым местом отдыха горожан. Здесь в жаркий день любили купаться ребятишки. Сейчас все это больше напоминает свалку. Однако детям играть здесь как минимум небезопасно, но они продолжают сюда приходить. Время столько денег вложили. Сейчас вот стоит заброшенный, грязный, мусорка по большому счету. Это как бы лицо города. Получается, она у нас очень некрасивая. Несколько лет назад его краском передал в ведение муниципалитета. С тех пор за фонтаном почти перестали ухаживать. Раз в год его только первый раз за лето покосили там траву. То есть зеленый строительство не хочет ничем заниматься. Может быть финансов нет. Фонтан Икар в сквере космонавтов не работает всего несколько дней. Проводятся профилактические работы. Но красноярцы уже успели удивиться отсутствию привычных водных струй. Шли еще в начале аллеи и уже видели, что фонтан не работает. Обидно. Всегда в такую особенно жару. Воле в жару. Но охота прохлады. А вот в чаше покоренной Европы уже больше пяти лет нет воды. В скором времени с этим фонтаном красноярцы и вовсе попрощаются. На его месте появится фитнес-центр. Но в мэрии уверяют, взамен уже другой фонтан украсят какую-нибудь из городских площадей. Об этом есть договоренность с застройщиком. И это хорошая новость для горожан, но не для службы эксплуатации городских фонтанов. Денег на содержание и так мало, рассказывает руководитель управления. А на капитальный ремонт вообще нет. Капитального ремонта требует фонтан. Это реки Сибири в первую очередь. На администрации города, вот там где три чаши, вторая чаша, началась утечка воды. В советском районе, как я говорил уже, это фонтан Надежда, который стоит. Но из-за того, что нет денег, его не ремонтируют. За последние несколько лет городу пришлось отказаться от двух фонтанов в сквере Серебряный и Сиреневый. И не факт, что они последние. В этом году на содержание объектов выделили 14 миллионов рублей. Это на семь меньше, чем три года назад. В следующем году денег обещают еще меньше. Ирина Денисенко, Дмитрий Яковлев, Афонтова. Новости. Двух руководителей экономиста горно-химического комбината подозревают в получении взятки. По версии следствия, они разработали схему, по которой крупная компания должна была поставить на предприятие компьютерную технику. Три сотрудника ГХК могли заработать 1,2 млн рублей в виде взятки. Во время ее передачи они были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Получение взятки и посредничество во взяточничестве. Максимальное наказание по ним до 15 лет, лишение свободы или штраф более 80 млн рублей. Они предложили директору крупной коммерческой организации поучаствовать в конкурсе. Пообещали свою помощь в победе при заключении контракта. В принципе, контракт был заключен и за это они и получили деньги. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде при надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается. Нетрезвую женщину с тремя детьми в салоне автомобиля задержали сотрудники ГИБДД. Она утверждает, что сесть за руль в алкогольном опьянении ее уговорили ребятишки. Они очень хотели поехать на пляж купаться. При проверке алкотестер показал 1,71 промилля, что в 10 раз превышает норму допускаемого алкоголя в организме. Женщина пыталась уйти от ответственности и договориться с сотрудником ДПС. Теперь за это ей грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Я не хотела с вами договориться. Все, что вы говорите, расскажете, все будет исполнить против вас в суде. Ну вот попала в беду такую вот. Ехала с речки, выпила пиво с друзьями. И менты меня остановили. Беда со мной. И еще одного водителя задержали полицейские. Он пытался скрыться после того, как наехал на пешехода. Погоню за водителем устроили свидетели аварии. Преследование записала камера видеорегистратора. На кадрах видно, как черная легковушка на скорости пытается объехать пешехода, но все же сбивает женщину на зебре, а после пытается скрыться с места происшествия. Проезжает на красный и вылетает на встречную полосу и в итоге останавливается у обочины. Все это время нарушителя преследуют две машины. Именно они вынудили остановиться водителя черной лады, после чего его передали полицейским. Они установили, что два дня назад водителя задержали за управление в нетрезвом виде. Также в этом году он получил два штрафа за то, что не пропускал пешеходов. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Добавлю, в результате аварии пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами. Мы, конечно же, благодарим данных водителей, которые не остались равнодушными и помогли задержать данного водителя. Конечно же, они, согласно видео, нарушили правила дорожного движения на красном тянуле светофора. И в ходе проведения проверки по факту ДТП в течение месяца руководством будут приниматься все положительные и отрицательные стороны. И уже решение будет принимать начальник. Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев ответил на высказывание некоторых горожан о возможной отмене универсиады в нашем городе. Он сказал, что никакой почвы для таких мыслей нет. Напомню, слухи о возможной отмене Красноярской универсиады появились после того, как Международный олимпийский комитет призвал заморозить подготовку к международным чемпионатам, мировым кубкам и другим международным соревнованиям по зимним видам спорта, которые могли бы пройти в России. Это заявление прозвучало после того, как Всемирное антидопинговое агентство обвинило российских спортсменов в массовом применении допинга на Олимпиаде в Сочи и во время других соревнований. Сергей Алексеев сказал, что заявление комитета — это пока только слова, и никаких действий после них не предпринято. В этом году в России состоится около 10 различных кубков и чемпионатов мира, и подготовку к ним никто не останавливал. Российская сборная также продолжает готовиться к предстоящей Олимпиаде при Оде-Жанейро. Ну а что касается Красноярской универсиады, то комитет вообще не имеет к ней никакого отношения. Во-первых, Международный олимпийский комитет и Международная студенческая федерация студенческого спорта — это две разные организации. И все нормативные документы, все хартии и все, что необходимо для проведения мероприятий, абсолютно идет по отдельным нормативным документам. И говорить со ссылкой, что если МОК заявил, то ФИСУ подчинилась, я считаю, что это некорректно. На сегодня могу только констатировать тот факт, что универсиада должна состояться. Я надеюсь и уверен, что будет. И сегодня ход строительства объектов универсиады проинспектировал губернатор края Виктор Толоконский. Он провел выездное совещание штаба по вопросам подготовки и проведения универсиады в 2019-м. Подробности в нашем следующем репортаже. Многолетний недострой здания крайкома КПСС доживает последние дни. Уже на этой неделе начнется его демонтаж. На месте кирпичного гиганта и прилегающей территории появится ледовая арена. В период проведения универсиады здесь пройдут соревнования по хоккею с шайбой, следж-хоккею, шорт-треку. Стоимость работ почти 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Подрядчик определён, работы уже начались. Достроить ледовую арену обещают в третьем квартале 2018 года. По сути, закончен подготовительный период, ведутся работы основного цикла. К сносу здания приступаем через два дня по приходу основной техники. Сейчас люди находятся на здании, делают подготовительные работы. Снести здание планируем за три месяца. Ход работ на объектах универсиады инспектирует губернатор Виктор Толоконский вместе с представителями краевых министерств, городской администрации, дирекцией универсиады, спортивных и строительных организаций. Сейчас строительство вошло в активную фазу. Процесс на всех этапах и объектах находится под контролем губернатора и правительства. Многофункциональный спорткомплекс СОПКО планируют сдать с опережением на год. Уже осенью текущего года. Здесь будут проходить спортивно-тренерские мероприятия и медиковосстановительные процедуры для спортсменов. Началась и реконструкция Академии биатлона. В неё войдут помещения для размещения команд, системы искусственного оснежнения, новое световое и телекоммуникационное оборудование. Итогом посещения объектов стало обсуждение хода строительства с участниками выездного совещания. Здесь мы видим уже развернутый фронт работы, большой объём работы, жёсткие графики. Поэтому мне важно было с самого начала задать такой интенсивный импульс работы. И думаю, что и на арене Ледовой, на партизанах Железняка, и вот здесь, в Академии биатлона, мы эту готовность увидели. Уже в марте 2017 года на базе Академии зимних видов спорта запланировано официальное тестовое мероприятие. Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах. А в декабре 2018 года открытый Кубок Европы по биатлону. Алина Мельчакова, Михаил Масленников, Афонтова новости. Региональный избирком завершил приём списков кандидатов на выборы в Законодательное собрание Красноярского края. На 52 депутатских кресла претендует 980 человек по партийным спискам и 238 по одномандатным и двухмандатным округам. Последние теперь должны принести все необходимые для регистрации документы в окружные избирательные комиссии. В противном случае их могут снять с выборов. К слову, сегодня не допустили до выборов и исключили из списка патриотов России Анатолия Быкова. Он не сможет принять участие в выборах из-за судимости. Даже несмотря на то, что Анатолия погашена более 10 лет назад. Согласно новому законодательству, в течение 15 лет после снятия судимости граждане России не могут избираться и быть избранными в государственные органы власти. Избирательная комиссия не чинит никому препятствия участвовать в выборах, а действует только в соответствии с действующим законодательством. Избирательная комиссия края, как и любая другая комиссия, не вправе оценивать справедливость суда, приговора суда, да, или вообще оценивать какие-либо действия судебных органов. А мы действуем только в соответствии с теми документами, которые нам предоставляют органы власти. 20 из 36 депутатов городского совета могут лишиться своих мандатов. Прокуратура завершила проверку подлинности подданных избранниками деклараций. Напомню, они должны были предоставить сведения о своих доходах до 30 апреля. Однако 5 депутатов опоздали с подачей декларации. И вот теперь, когда завершилась проверка, стало известно, 20 человек допустили ошибки при заполнении бумаг. Сейчас прокурор города внес представление на имя председателя горсовета. Рассмотреть его должны не позже следующей сессии. Она пройдет 6 сентября. За непредоставление соответствующих деклараций, либо за предоставление недостоверных сведений, предусмотрена дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения, до расторжения договора. Депутаты — это лица, которые замещают выборные должности. И единственная возможная для них мера ответственности в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления. является освобождение от должности. По словам городского прокурора, депутатами допущено огромное количество ошибок. Так трое скрыли доходы, превышающие миллионы рублей. Это Сергей Суртаев, Владимир Владимиров и Вячеслав Гордеев. Еще семь депутатов не отразили в документах, что является учредителями организации. Один из депутатов также не указал наличие у него неоплаченной задолженности, размер которой превышает 3 миллиона рублей. В Красноярске завершился первый этап конкурса «Самый благоустроенный район города». В этом году количество заявок превысило отметку в 4 тысячи. Для победителей предусмотрены денежные призы, чем участники удивляли жюри конкурса в репортаже Станислава Карповича. Мы находимся, эта площадка называется «Мы сделали ее уголок отдыха для жителей». Председатель ТСЖ, в чем ведень находится дом на северо-енесейской 44-Г, не без гордости показывает свой двор. Каждый год здесь появляется что-то новое. Этим летом обустроили зону для отдыха жильцов в греческом стиле. Здесь и рожденная Венера на фоне Парфенона, и фиванские женщины Диониса. В ближайшее время установят кованые лавки. До этого обустроили детскую площадку. Очень хотели сказать благодарность, выразить благодарность главе нашего города, что имеем возможность, благодаря этому конкурсу, улучшать свои, мало того, что улучшать, получать красоту, любоваться на нее, и плюс еще зарабатывать деньги, которые можно еще потом дальнейшее тоже использовать опять же на благоустройство. На создание уютного двора жители постигнула победа в городском конкурсе на самый благоустроенный район в 2014 году. Тогда на выигранный грант удалось обустроить баскетбольную площадку. Асфальтовое покрытие заменили на прорезиненные плиты. Дети довольны. У нас много с соседних дворок ребятишек приходят, как бы играют. Новая площадка. Каждый выходит, помогает, что-то делает. Вместе обсуждают, как, что нужно сделать, как улучшить. Учитываются пожелания каждого жителя и детей, и более взрослого поколения. Приходят люди с соседних домов. Ее просят поучаствовать, чтобы она заходила и на их территорию, забирала дом в обслуживание. И я думаю, что редко мы найдем в городе Красноярске, наверное, человека, который начинал с одной дворовой территории. И сегодня все эти дома принадлежат именно или находятся на обслуживании именно в ТСЖ дом на Каче. В этом году на участие в конкурсе в мэрию поступило почти 4,5 тысячи заявок. Это в 4 раза больше, чем при запуске проекта 2 года назад. Сегодня закончился первый этап. В следующий прошел и двор на Северной Несейской. В случае победы жители решили обустроить площадку с тренажерами и спортивными снарядами. Насколько их проект окажется удачным, узнаем в конце августа, когда подведут итоги конкурса. Станислав Карпович, Алексей Егоров. Афонтова. Новости. Рога и копыта. Морловическая фирма в 100 километрах от города. Подробности через пару минут. Не переключайтесь. Сделали ремонт? Купили новую мебель и задумались об оформлении окон? Многообразие красок и богатство предложенного текстиля ждет вас в салонах Штор Тач. Открылся новый склад-магазин «Бытовая техника» от «Видео-2000». Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка, телевизоры. Гигантский выбор. Низкие цены. Бесплатная доставка. Улица Новая, 13. Строение, 4. Въезд с улицы Грунтовая. 400 метров направо от Мичуринского кольца. Приезжайте в Питер гулять. Приезжайте в Питер учиться. Да, приезжайте в Питер жить. Скидка 3000 рублей с квадратного метра для иногородних покупателей. В Питере жить. С группой ЛСР. Подробности 8 800 555 44 66. Кольцо золота 4190. Колье 6 бриллиантов 4190. Коллекция короны. В салоне «Линии любви». Вы смотрите новости о Фонтове. Мы продолжаем рассказывать о важных и интересных событиях этого дня. Тревогу сегодня объявили в Красноярске. Спасатели проверяли городскую систему оповещения на случай чрезвычайных ситуаций. Так, с 17 часов 50 минут в эфире нескольких телеканалов, в том числе и на Фонтово, было передано обращение оперативного дежурного администрации города. В это же время был перехвачен эфир многих популярных радиостанций. Внимание! Говорит оперативный дежурный администрации города. Проводится проверка системы оповещения населения города Красноярска. Билеты на автобус для детей до года требуют покупать на Красноярском автовокзале. По новым правилам, теперь дети в любом возрасте путешествуют платно, а малыши в автокресла. К нам в редакцию обратилась семья, которая недавно вернулась из дальней поездки. Контролер потребовал детский билет, а вот кресла для малыша в автобусе не нашлось. Подробности у Виктории Столяровой. Мы, насколько знаем, то, что на ребенка, то есть годовалого, билет точно не нужен. Раньше ездили бесплатно, а теперь вход в автобус к грудничкам только за деньги, рассказывает Юрий. На прошлой неделе семья Малафеевых решили съездить в большую мурту к родственникам. Но контролер заявила, по новым правилам, малышам с рождения нужно покупать льготный билет. Еще одно нововведение – путешествовать дети могут только в автокреслах, а не на руках у родителей, как раньше. На мой вопрос, то, что ребенок не занимает, то есть не занимает он как бы, да, место отдельного. То есть он сидит у мамочки, то есть на коленках, соответственно. Как можно платить за это, как бы я не понимаю. За коленки, что на коленках сидит ребенок. Заплатить Малафеевы были и не против. Детский билет на 50% дешевле взрослого и обошелся бы всего около 80 рублей. Вот только автокресла или другого удерживающего устройства в автобусе не нашлось. Тогда контролер заявила, поездка состоится на усмотрение водителя. Она сказала, типа, если водитель вас возьмет без билета на руках ребенка, тогда, типа, заходите, проезжайте. Хотя сам водитель нам сказал, что ребенку, типа, до 5 лет вообще бесплатно. То есть он может сидеть на руках и бесплатно. То есть вроде есть закон, и тут же его переступают. На автовокзале поясняют – так и есть. Дети в автобусах должны сидеть в специальных креслах или удерживающих устройствах. Такое постановление издали в Краевом министерстве транспорта после череды прошлогодних аварий. В каждой из них погибло более десятка человек. Причем обеспечивать безопасность детей в автобусах должны сами перевозчики. В противном случае водителю грозит штраф в 3000 рублей. Перевозчику – до 100 тысяч. За кресло в автобусе отвечает перевозчик. Не автовокзал, никто другой. Перевозчик. То есть именно перевозчик обязан содержать свой автобус в полном комплекте и иметь кресло для перевозки детей. Если он не имеет кресла, он вообще не имеет права работать на данном маршруте. Правда, сколько должно быть автокресел и каких, ведь универсальных не существует, не разъясняют. Для годовалого ребенка нужно иметь одно сидение, для 12-летнего – другое. Перевозчики действуют каждый по своему усмотрению. Они творят ситуации, сколько, в какое время. Проводят анализ, когда больше пассажиров этих дней, когда меньше. И примерно определяют количество удерживающих устройств, которые они должны иметь в автобусе. Но они же могут не угадать? Ну, могут, да. Автобусов много. Можете где-то позаимствовать на какое-то время. В Министерстве транспорта поясняют, если семья Малафеевых напишет на перевозчика жалобу, они его проверят. Но не только на наличие детских кресел, но и на соблюдение других правил. Виктория Столярова, Олег Голубин. Афонтова новости. Строителю арены «Платинум» после сюжета телекомпании Афонтова выплатили зарплату. Накануне в редакцию новостей обратился Олег Вершинский. Он рассказал, что не может добиться денег от работодателя. По его словам, в компании «Магнум» мужчине предложили написать заявление, гарантирующее, что он не вступал с ними в трудовые отношения. И только после этого ему выплатят обещанное. Сегодня руководитель «Магнум» не только прокомментировал ситуацию, но и пообещал разобраться со всеми спорными вопросами. Олег Вершинский остался без претензий к работодателю. Добавлю на стройке, используется сдельная система оплаты, поэтому со многими сотрудниками заключаются договоры гражданско-правового характера, а не трудовые. Выплаты заработной платы осуществляются в срок, строим мы хорошо, быстро. Поэтому я не вижу причин обращаться в телекомпанию для решения этого вопроса. Если господин, которого вы назвали, найдет время, мы с удовольствием разберемся с его случаем. Мы с этим и стремятся. 30 людьми, которые якобы не получили зарплату. Пять сотен нелегальных ларьков снесут в Красноярске. В Советском районе начинается масштабная ликвидация незаконных павильонов. Владельцы должны были еще несколько месяцев назад самостоятельно убрать киоски, но до сих пор этого не сделали. После сноса продукция из магазинов будет храниться на складе, пока предприниматель не заберет свой товар. Сам павильон вывезут на штрафстоянку. Демонтажом незаконных построек займутся на следующей неделе. Претензии властей, кстати, не только ко внешнему виду и безопасности таких построек. Это связано еще и с тем, что ларьки стоят на муниципальной земле и были установлены самовольно. Добавлю, городские власти намерены снести незаконные конструкции и в других частях города. С сегодняшнего дня ограничен проезд на территорию столбы. Нижние ворота на улице Свердловская также будут закрыты на замок. К этой мере руководство прибегает ежегодно в высокие туристические сезоны. По мнению администрации заповедника, он уже стартовал. По крайней мере, последние четыре дня посетителей было столько, что машины бросали прямо на дороге. Это может помешать проезду автомобилей, скорой или МЧС, если вдруг понадобится помощь специалистов. Поэтому проезд и решили ограничить. Ворота будут закрыты в дневные часы с 8 утра до 7 вечера. По ночам проезд будут открывать. Туристы, пешеходы могут проходить без ограничений круглые сутки. В таком режиме столбы будут работать предположительно до середины октября. В окрестностях села Шалинского у фермера Павла Докторука живут моралы. Их разводят ради пантов. Так называют морали рога. Из пантов готовят лекарства, а воду, в которой рога вываривают, используют для оздоравливающих ванн. Сегодня олени вращивают фермеры в четырех районах края. Точное количество оленей должна определить сельхозперепись. Мораловодство в крае считают перспективным. Клавдий Тельмахович вместе со статистиками пересчитала моралов и узнала об особенностях разведения оленей. После свежей травы, когда траву зеленой поедят, у них потребность в соли, в витамины. И вот они поэтому приходят, лежат. А много один морал съедает? Соли? Нет. Ну это как бы так, приправа. О рационе порнокопытных Павел Докторук знает, пожалуй, все. Раньше охотился на косули оленей, четыре года назад решил их разводить. И поехал учиться к опытным оленеводам в Краснотуранский район. Моралы в крае – животные почти экзотические. Вести первых пришлось с Алтая. Вообще мы начинали с двух рогатей. Сегодня у нас уже 21. Это они у вас приплод такой дали? Нет, мы еще докупали, но сегодня у нас уже 21 рогатей, который дает панта. Всего в хозяйстве у Павла Николаевича 62 взрослых морала, сообщает он переписчику. Сейчас в стране идет сельскохозяйственная перепись. И статистикам необходимо обновить информацию о состоянии аграрно-промышленного комплекса в крае. Правда, сколько в этом году родилось детенышей, здесь посчитают ближе к октябрю. Моралы свободно пасутся на 40 гектарах. По загону бегают только четверо рогачей. Им утром обрезали панты. И, как говорит хозяин, они немножко встревожены. С той стороны открылась дверь. С той стороны заходят, откатная дверь. Откатили, он зашел, закрыли. И тогда прогоняем сюда, зажимаем борта. Пол опускается, он находится в висячем положении. Опоры у него нет, поэтому он как бы безвредный. А они кричат? Нет. Нет? Вообще никаких звуков не издают? Тонут маленько. Скрепят зубами. Панты перед продажей консервируют. Вываривают в большом баке, сушат, проветривают и так три раза. Осенью их повезут на Алтай продавать. Там закупаются фармпроизводители из Китая и Южной Кореи. Молодые мораль ерошки считаются едва ли не панацеей. И молодость продлевают, и тонус придают. Вот этот пант, после срезки, он был 4 килограмма 100 грамм. На сегодняшний день, после всего процесса варки, он составляет 2 килограмма 500 грамм. Почти 50% у варка, у сушки. А это он уже готовый? Готовый или ему еще предстоит? Нет, ему еще одна жировая, и тогда он будет готовый. Первых пантов микропредприятию мораловода Докторука не хватит, чтобы выйти на самоокупаемость. Все четыре года хозяйство живет на гранты. Чтобы приносить прибыль, поголовье рогачей должно перевалить за сотню. Сложности не перечесть, потому что начинали с нуля. Начинали с солдатской палатки, которую он там стоит, привезли, солдатскую палатку поставили. Ничего абсолютно здесь не было. Но все же это требует вложений. И изгородь, самая первая изгородь. Вот эти вот кормушки, которые делали. Просто они, когда были молодые, им надо были эти кормушки, чтобы не портили корма. А сегодня вот эти кормушки им не надо, потому что они от них повредят панты. Районные власти обещают привлечь инвесторов и помочь с инфраструктурой. К моралам нет нормальной дороги. А фермы интересны не только как поставщик рогов, но и как туристический аттракцион. Здесь можно будет и красотами таежными любоваться, и в пантовых ваннах здоровье поправлять. Клавдия Сельмахович, Вячеслав Казаков, Афонтова. Новости. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами. До свидания. Завтра в Красноярске будет облачно, без осадков. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем 27. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Кольцо золота 4190. Колье 6 бриллиантов 4190. Коллекция короны. В салоне «Линии любви». Внимание! Бегущая строка Ана Афонтова стала доступнее. Бегущая строка частная. 100 рублей слова. Видеобаннер коммерческий. 125 рублей слова. Успей подать объявление на Афонтова и получай приятные бонусы. Подробности на пункт приема Центра объявлений или по телефону 261-28-28. На протяжении всей твоей жизни, Фок, тебя будут окружать люди, которые будут учить тебя жить. Скорая психологическая помощь от Вуди Айленда. Ты предпочтел психоанализ реальной жизни? У тебя с головой все в порядке? Он поможет найти выход из любой кризисной ситуации. До какой степени вы безумны? Ты знаешь, есть ведь кое-что еще. В пятницу в 21.30 на Афонтова.